Вот ходят здесь, ходят постоянно, топчутся и топчутся. Как было хорошо раньше? Ковры висели только на стенах, а? Поэтому по ним никто не ходил. А сейчас все ходят, 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 понимаешь, по коврам. Ковры грязные, как их чистить? Вот раньше было дело. Раньше было дело, вообще не чистили ковры? А сейчас? А сейчас вот чистят. А как их чистят сейчас? В стиральную машину не засунешь, он огромный какой. А, надо в эту отдать, в специальную службу. Там где, так и написано, чистят ковры. Я отдаю, говорю, нате чистите. А как они там чистят? Хо, у них, наверное, машины стоят. Большие машины. Да нет, вряд ли. А знаю, они каждый квадратный этот децимометр, вот этот, они чистят индивидуально сидят. Ага. Много у них там этих, как бесплатных китайцев, вот они чистят айми. А нет, тоже вряд ли. Другими словами, если формулировать по-вашему, по-галилейному, как почистить ковёр, так, чтобы здорово было и интересно. Вечеринка в самом разгаре. И никому нет дела до её последствий. Всё, что было на столе, оказалось на полу. Точнее, на ковре. Программа «Галилео» берётся очистить все эти пятна. Более того, мы решили усложнить себе задачу. Пачкать так по-настоящему. Кетчуп, горчица, масляная краска и грязный ботинок. Вот теперь ковёр готов к чистке. Посмотрим, справятся ли с этими пятнами профессионалы. Каждое утро в химчистку привозят сотни разных ковров. Некоторые могут потянуть аж на 50 килограммов. Поэтому в цех их поднимают по грузчикам. А вот и наш. Это Иван. Человек в репутации, которого нет ни одного тёмного пятнышка. Его профессия – пятновыводчик. Первым делом нужно выбить всю пыль. Ковёр заправляют вот в такую машину. Внутри два длинных валика, которые вращаются с частотой 750 оборотов в минуту. Они бьют по ковру, как кулачки. Чтобы с такой скоростью выколотить ковёр дома, нужно лупить по нему семьёй из 50 человек. Вместе с воздухом пыль засасывается в бак. Внутри всё тоже напоминает пылесос. Пыль оседает на решётках с фильтрами. А сюда уже поступает чистый воздух. Как видите, ни одной пылинки. В хорошие дни здесь собирают до 50 килограммов. И не только пыли. Затерявшиеся в ковре скрепки, булавки, кнопки – всё окажется тут. Потом ковры сортируют. По составу ткани. Ведь каждый тип чистят по-своему. Обычно информацию о том, из чего сделан ковёр, можно найти на ярлычке. А что, если он не сохранился? Профи определит состав на ощупь. Это шерсть. Если потереть ворс ладонью, сразу чувствуется тепло. Значит, сильные реактивы использовать нельзя. Они сожгут натуральные волокна. А основа этого ковра пропитана клеем. Значит, от воды проявятся жёлтые пятна. Поэтому только сухая чистка. Наш ковёр синтетический. Это облегчает задачу. Искусственные волокна самые устойчивые к химическому воздействию. Теперь задание для настоящего сыщика. Понять, чем именно заляпан ковёр. Ведь от этого зависит, чем и как его чистить. Пятна от жира можно определить по размытым контурам. У винного пятна они, наоборот, очень чёткие. А тут и угадывать нечего. Обычная уличная грязь. Хорошо, что они свежие. Сойдут во время стирки. А это пятно сложное. Тут без химических препаратов не обойтись. Ведь только так можно растворить краску. Пятно исчезает на глазах. Всего за две минуты. Вот это результат. А что делать с прилипшей жвачкой? Для Ивана и это не проблема. У него есть пистолет, который стреляет горячим паром с температурой в полторы сотни градусов. Жвачка отлетает, как ошпаренная. Также легко удаляется кетчуп и клубничное варенье. Со сложными пятнами покончено. Проверка перед стиркой. Иван смачивает салфетку в растворителе и слегка проводит ею по ворсу. Не окрасилась. А значит и ковёр не полиняет. Можно стирать. Но сначала поверхность обрабатывают краузером. Так называется это ружьё со шлангом. В орудие чистки заливают реактивы. А по шлангу подают воду. Мощная струя выбивает из ковра въевшуюся грязь. Да, в обычную стиралку такой ковёр не запихнёшь. Нужна ковромоечная машина. Всю поверхность смочат водой и хорошенько потрут вращающимися щётками. Они закреплены на реле и движутся вдоль ковра, туда и обратно. Его поливают моющим средством, а потом чистой водой. Однако надо помнить, что не все ковры можно мыть водой. Шёлковые и хлопковые садятся. Поэтому их чистят в гигантской стиральной машине в растворе пер-хлорэтилена. После стирки скрученный ковёр отправляют в центрифугу. Не отжимать же его вручную. В центрифуге ковёр крутится со скоростью 600 оборотов в минуту. Центробежная сила выгоняет из него почти всю жидкость. Но всё-таки он ещё влажный. А тут настоящая сауна. Температура 60 градусов. Влажность почти 900%. Ковры подвешивают под самый потолок и сушат 10 часов, обдувая их горячим воздухом. После сушки ковёр пылесосят, чтобы ворс стал мягким и пушистым. Профессионалы справились с нашим заданием. Ковёр абсолютно чистый. Можно устраивать новую вечеринку. Совет из жизни. Прежде чем сдавать после крутой пьянки ковёр в химчистку, посмотрите, не затерялся ли там спящий гость. Продолжение следует...